Бедненькая Юми, у нее потекли слюнки Не буду близко вам это показывать Юми Как я научила ребята Эйвана и Софии запрыгивать в машину Давай залазь Ай, молодец А вот с Мишей у нас, конечно же, в этом смысле большие проблемы Куда приехала наша Юми Чу? Юми отважно бежит на каникулы к бабушке Хай, ты на канале Мэджик Фэмили, я Аня и со мной мои собачки И если вы смотрите мой канал Эйни Мэджик, ребята То вы знаете про мои странные, жутковатые приключения, которые происходят Но я не останавливаюсь на достигнутом и продолжаю обследовать окрестности и заброшенные усадьбы Подписывайся на мой канал, если ты тут впервые, а мы начинаем Юми уже не первый раз ездит в машине, но ее постоянно, сколько она ездила, тошнило И вообще есть такая рекомендация, что если собаку тошнит, лучше не держать ее вообще на ручках Потому что ее еще больше будет тошнить А посадить ее на что-нибудь, на какую-нибудь более твердую поверхность Софи из-под сиденья Пробралась сзади и пролезла под сиденьем и пришла к Юме То есть лучше, чтобы собака сидела на твердой поверхности, если ее очень сильно укачивает в машине и тошнит А Юме тошнит постоянно, вот она несколько раз ездила и все время ей было плохо Внизу, внизу, Юмичка, потому что тебе может быть плохо и лучше вообще лежать, Юмичу В дворе уже лето, ребята, и вы наверняка ездите со своими собаками в машинах Я уже снимала видео про, как ухаживать за собакой летом Но в том числе есть такой важный момент Это то, что нельзя оставлять собаку в машине с закрытыми окнами И вообще, в принципе, закрывать ее в машине, если вы куда-то уходите летом В машине настолько сильно поднимается температура и настолько становится жалько Что собака просто может, к сожалению, не выдержать этого и умереть Были такие случаи, когда люди вот забывали собак в машинах и такое происходило Поэтому будьте очень аккуратны Софи полезла обратно Софи полезла обратно, видит, здесь Ну да, привет Юмичу, лежи, не вставай, а то тебе будет опять плохо Еще перед такими поездками лучше вообще не кормить собаку Потому что ее сразу же начнет тошнить И, скорее всего, все это выйдет обратно наружу Софи у нас такая заинтересованная собака, что она постоянно и на заднем, и на переднем сиденье встает Вот и смотрит в окно, ей прям интересно Иван с Мишей решили не залазить внутрь домика, видимо, там жарко А сидеть на нем сверху Бедненькая Юми, у нее потекли слюнки очень сильно Ей стало плохо Ее тошнит, но не рвет пока что Слава богу, бедняжка моя Юми все-таки не хочет лежать Ее все-таки, ребята, стошнило Я не буду близко вам это показывать Юми, только не лежи Это, в общем, ей было плохо Мишенька тоже, видимо, никогда не ездила в машине И поэтому она очень боязливо реагирует на поездки Но она уже ездила несколько раз Достаточно много раз, в отличие от Юми И поэтому сейчас она более спокойна Но Мишане тоже часто бывает плохо Потому что она не привыкшая к поездкам на машине И ее тоже может затошнить и вырвать Конечно же, когда они привыкнут к машине Их перестанет укачивать Они будут ездить со мной на ручках Или вместе с Эйвоном и Софи Сзади в домике Или в автогамаке Когда я езжу куда-то с собаками Я собираю целый портфельчик В котором у меня много всего для них Если вы хотите, чтобы я показала, что я в этом портфельчике вожу Для собак, для путешествий, для поездок То ставьте лайк этому видео И я обязательно его сниму Понять, что собачке плохо в машине В этом состоянии она начинает часто облизываться И у нее повышается слюноотделение Сильно начинают слюнки течь Ну и потом со временем ее может стошнить Почему, когда собака не приучена к машине Лучше не брать ее на руки Потому что ее трясет от ваших движений Вы же едете, и вас тоже трясет И собаку трясет, и от этого ей становится еще только хуже Потому что растрясают все органы Как и вам, наверное, на каком-нибудь корабле И когда вас трясет То же самое происходит, когда собачка у вас на коленках Даже если вы будете очень сильно ее придерживать Прям держать, все равно машина будет трясти Качать Пеленку я, конечно же, стилю совсем не для того, чтобы Если вдруг кто-то захочет туалет А на случай, если кому-то станет плохо Также во время приучения вашего питомца или собачки к машине Особенно, когда ее укачивает Лучше в машине, чтобы не было никаких резких запахов Таких, как одеколоны, всякие духи, ароматизаторы для машины Вот эти елочки всякие И курить лучше не надо Потому что собаке будет плохо и кошке Это усиливает состояние тошноты, все резкие запахи Эйвен и Софи в машине ездят с самого детства Прям вот буквально, наверное, с полугодика, я думаю Может быть, даже раньше начали ездить Поэтому они очень спокойно относятся к поездкам Их не тошнит, конечно же, потому что они уже привыкшие Кроме того, они ездили на всяком разном другом транспорте Еще есть вот такой способ, как профилактические поездки То есть не брать резко собаку или кошку, например, в поездку сразу Надолго и надалеко Потому что ей будет очень тяжело в первый раз И лучше заранее покататься с ней, начиная там с 5-10 минут А для чего вообще это делается, когда вот эти вот короткие поездки Профилактические для развития у щенка маленького И у собачки, которая не привыкла к поездкам вестибулярного Вестибулярного аппарата То есть когда собака, у нее не развит вестибулярный аппарат Она ей тяжелее намного А с каждой вот этой вот маленькой вашей поездкой тренировочной Он развивается И в длительной поездке собака уже будет больше готова Как я научила ребята Эйвана и Софи запрыгивать в машину С самого детства я им просто предлагала запрыгнуть То есть я не совала их туда сама руками поднимать И вот класть в машину, как делают с маленькими собачками А просто предлагала им зайти в дверь И когда у них не получалось, например Я просто им чуть-чуть помогала Эйвен, Софи, заходи в машину Давай, молодец А когда они запрыгивали в машину Напачкали тут Когда они запрыгивали в машину Я им либо хвалила, либо давала лакомство Иногда не давала никакое лакомство Просто хвалила их очень Молодцы! Конечно, у них сразу не получалось, когда они были маленькими Они вставали лапками просто Я их подталкивала Либо садилась внутрь И наоборот звала их, чтобы им хотелось за мной пойти К этой как бы команде жизненной придумала какое-то слово Поехали или заходи Что-то такое Поехали, Юмичу, давай Давай залазь Ай, молодец! Вот так постепенно мы и научимся заходить в машину сами А вот с Мишей у нас, конечно же, в этом смысле большие проблемы Миша в принципе боится всего Давай, молодец Давай залазь Поехали, Миша Давай Давай, поехали, Миша Давай, давай, не сдавайся Миша, давай Либо у нее бывает то же самое с кроватью Она как будто забывает, как нужно залазить И вот сейчас, возможно, то же самое Она просто не понимает, как залезть Давай, давай Ай, молодец, Миша Куда приехала наша Юмичу? Ой, Миша сама выпрыгнула из машины Юми отважно бежит за Эйвоном и Софи сама На каникулы к бабушке Софи и Эйвона Подписывайся на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики Ведь скоро будет реакция собак на ослика и пони Подписывайся на канал моих говорящих питомцев И на мой канал Animagic с приключениями в странном квесте И увидимся, пока!